всем привет всем доброе утро я здесь обхожу свою территорию меня тоже здесь уже малинка поспела нас ветер был какой-то столько много веток всяких разных налетела но я не буду сегодня ее собирать оставлю детям завтра карина наверное должна приехать но если у не что-то в планах не поменялось что-то я сегодня с утра еще не спросила дети потом просто с куста пособирают но у меня много то нет так немножко полакомиться в принципе я вышла за огурцами нужно огурчики собрать видите сколько много кстати кто знает хороший рецепт как засолить огурчики пишите я там увидела на просторах интернета какой-то очень интересный рецепт думаю можешь попробовать не знаю нахваливают в общем сейчас соберу и покажу вам но как всегда покажу вам мой урожай пришла вот сюда огурчики собирать вот огурчик на этот я наверное еще оставлю смотрите вон один второй там третий будет выше тут чё не знаю там а вон внизу есть но они все равно они все знаете хорошо развивается не так что прям сколько завязалось вы видели какой огурец вырос я его не видела ладно сейчас я его тут срежу тут внизу внизу тоже еще есть огурчик девочки я на каком-то канале видела что вот эти вот огурчики дамбой огурчики вот эти вот цветочки на тонкой не видно не видно вот эти вот цветочки на тонкой ножки это мужской цветок его нужно так сорвать ну или взять кисточку и где тут есть день цветочки что можно поудобре попылять я не знаю это тоже мужской а что это и вот это вот мужской похоже ну ладно так вот это чё вот этот на но этот уже опылены но все равно ну в общем короче говоря нужно вот так вот опылять или взять кисточку и кисточкой опылять снимать пыльцу и опылять так что мне дальше с огурчиками я вчера вечером полила видите еще мокрый на улице сейчас у нас не сильно жарко поэтому ну ладно сейчас посмотрю вот столько я уже набрала ну вот такой у меня урожай на сегодня ну в общем через день я собираю огурчики вчера не собирала вот сегодня утра собрала вот этот я видно пропустила и не видела его раньше сделали обход территории огурчиков я опять набрала много карине послала фотографию на ли твое матье который ты нам давала уже давным-давно скушаем я бы ну вот даст приедете кстати она приедет завтра с детьми я спросила если утром еще не знала точно приедет она или нет то сейчас она мне уже ответила так я сказала вот приедете будете кушать что останется это что там вырастет еще до воскресенья опять все соберу и карине отдам в общем как то так так что я сегодня запланировала а запланировала я сегодня показать вам рецепт сама буду делать первый раз но рецепт от моих подписчиков уже две девочки сделали прислали мне фотографии фотографии обалденные получаются будем делать рогалики фотографии были обалденные выглядели так аппетитно что у одной что у второй в общем такой рецепт простой там практически ничего не надо и это дрожжевое тесто но все вместе перемешали дрожжевое тесто вообще делается все просто все все перемешали и поставили подходить как тесто подойдет очень раскатывайте и выпекаете в общем все покажу все расскажу я уже получила рекомендации что и как нужно сделать чего добавить чего убавить нет убавить ничего не надо а сахара сказали добавить если хочешь что послаще будет сахара я добавлю буквально там я не знаю на пару ложек рецептом напишу такой какой уже делала я не тот рецепт который мне прислали но там нужно будет очень я добавлю только сахар остальное все останется неизменным а что еще хотела сказать девочки когда я вам даю какие-то рецепты они у меня уже проверены если ли не лично мной то моими девочками подписчиками я сегодня буду делать вот такой вот этот рецепт сегодня ну первый раз как сказала но уже точно знаю что он нормально получается что все пропорции соответствуют рецепту очень часто встречаю в комментариях когда с мы я же тоже смотрю там всякие разные каналы рецепты очень часто за вижу в комментариях где написано что а рецепт не рабочий рецепт не получился а чего-то там не хватает этого наверное мало добавить потому что ну не работает рецепт ну а люди показывают что все такое прям идеальное что хотела еще добавить к рецептам к выпечке девочки если я пишу что выпекать нужно вот про запеканку был такой комментарий что можно выпечь при температуре 160 градусов когда рабочая температура 180 градусов я еще не обращайте внимание на такие комментарии я не знаю кто это пишет какой профессионал это пишет но очень много пирогов и выпечки выпекается при температуре даже при температуре 150 градусов то же самое без и те же самые безешки они выпекаются при температуре я не знаю 130 градусов наверно 140 градусов чтобы они в общем сушу высушить их нужно поэтому если я пишу 160 градусов не надо прибавлять или убавлять температуру значит это выпечка выпекается при температуре 160 градусов или например кезы кухон до творожные эти торты пироги я не знаю как по русски назвать по-немецки до кезы кухон он тоже выпекается при температуре 160 градусов поэтому я обычно все пишу вверх-вниз ну и вернее вверх-вниз я обычно говорю и температуру говорю и по времени сколько нужно выпекать тоже всегда говорю ну конечно я ориентируюсь по своей духовке запеканку там не тоже одна девочка написала что она прибавила потом температуру нас в 70 градусов и у нее все отлично получилось ориентируйтесь по своей духовке если вы чувствуете что у вас духовка ну слабоватая то значит немножечко ну там буквально на 10 градусов прибавьте температуру если у вас уже хороший опыт с вашей духовкой то не надо ничего прибавлять не надо экспериментировать потому что обычно обычно экспериментируют те блогеры которые что-то новое показывают но не всегда получается тот результат который получается у блогера у меня рецепты все проверены или из моей синей тетрадки я не беру вот так на обунтов какой-то рецепт с интернета и вам показываю если я что-то готовлю первый раз я говорю что я это приготовила первый раз и когда я потом анализирую и даю вам свои наводки вот как например девочки испекли рогалики и дали мне кое-какие наводки ну как там правильно раскатать как правильно скрутить и посоветовали добавить сахара что потому что в рецепте там всего по-моему 4 столовые ложки сахара но это не очень сладко а получается там большое количество рогаликов получается ночью посмотрим что получится у меня я уже здесь естественно все подготовила для вас чтобы сильно времени тянуть так что все что рецепт как всегда напишу в описании под видео я уже говорила да нажимаете на галочку где написано мэр или еще и там выходит все 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 у меня там даже есть кое-какие ссылки на хорошие рецепты так что можете по ссылочке пройти посмотреть там еще рецепты каждая ссылочка с названием того рецепта который содержится в этой ссылочке в общем смотрите просто очень многие не знают как правильно пользоваться ютубом и иногда говорят там я мы рецепт не нашли вот я еще раз объясняю как найти рецепт но все поехали они девочки еще не поехали аж забыла похвалиться я же вчера тоже сделала варенье я же тоже вчера сделала варенье я правда не снимала потому что уже там и володя пришел и сабрина пришла и уже было поздно потому что я пока от свекрови приехала смонтировала быстро влог пока я его оформила все сделала здесь на кухне занялась малиной на съемке времени не было вообще все быстренько расскажу в принципе я делала в кастрюле я делал в своей кастрюле очень я измельчила малину добавила сахар еще раз все хорошо перемешал именно в кастрюле я ставила на вторую скорость на вторую скорость чтобы сильно это не измельчалось и сильно не крутился нож в общем на второй скорости я делал у кого такая кузина я оставила буквально на 3 минуты потом когда сахар добавила еще раз на 3 минуты потом еще раз на 3 минуты. В общем, какая у меня пропорция была варенья, вернее, сахара, у меня получилось ровно килограмм малины. Я вчера собрала. На килограмм малины я взяла полтора килограмма сахара. Я ее не варила, поэтому я взяла сахара больше, чтобы она у меня сохранилась свежей. Помните такую, как мы в Казахстане, у нас бабушка всегда в Казахстане делала. Малины соберет, у нее была такая коричневая кастрюлька эмалированная, как я вспомню. Она малину так потолкет, потолкет прям толкушкой от картофель-пюре, картошку-пюре, которое делает. Насыпет туда сахар, так все размешает, размешает. Ставила именно на солнце, потому что сахар должен раствориться. Постоянно мешала, мешала, мешала. Вот когда сахар полностью растворится, тогда уже разливала по баночкам. Я сделала, в принципе, то же самое. Я мешала до такой степени, пока у меня не разойдется сахар. В общем, на все про все у меня ушло где-то, я не знаю, минут 10. И последние две минуты я поставила температуру на 100 градусов, на две минуты, тоже также вторая скорость, на две минуты. Просто немножко варенье подогрелось, оно у меня не кипело, даже не закипало за две минуты. Просто-напросто до конца растворился сахар. Варенье у меня было теплое. Все, я его разлила по баночкам. И смотрите, какое оно густое. Даже тут, даже никаких этих движений варенья практически не делают. Очень густое. Сегодня уже Каринке показала. Я говорю, Карина, смотри, я уже варенье сделала. Она говорит, одну баночку мне до всего. Конечно, да. А до этого, которую мы собирали, когда София здесь была, в общем, Софийка съела малина, сколько хотела Павлик, почему-то не кушал. У меня малина, которая осталась, я еще немножко собрала в своей клубнике и сделала тоже вот такое вот варенье. Здесь у меня ассорти малина и клубника. У меня получилась вот такая одна маленькая баночка. Это я варила желейным сахаром. В кастрюле я уже не стала экспериментировать. Я просто еще не убрала все варенье. Уже сегодня уберу. Видите, у меня крыжовник так и получился жидкий, потому что я его, скорее всего, по рецепту этой кастрюли, я его просто-напросто переварила. И все. Поэтому эту ассорти варенье я сварила уже просто-напросто в кастрюльке, прокипятила 3 минуты, залила в банку, закрыла и все готово. Теперь поехали! Делаем рогалики. Итак, что же нужно нам для наших рогаликов? Мука, сахар, дрожжи, яйца, теплое молоко и масло. Масло я потом растоплю. Для начала я сделаю опару. У меня здесь теплое молоко. Две пачечки сухих дрожжей по 7 грамм. Вот по 7 грамм в каждой пачечке. Я возьму, ну, например, две столовые ложки от общего сахара и добавлю две столовые ложки муки от общего количества муки. Все это перемешаю и оставлю подходить. Специально замешиваю все в деже миксера, потому что тесто буду делать на миксере. Закрываем полотенцем и оставляем подходить минут на 20. Прошло ровно 20 минут. Смотрите, как хорошо подошла опара. Очень хорошо. Теперь я добавляю туда яйца, сахар оставшийся, растопленное сливочное масло. Масло должно быть не горячим. Пол чайной ложечки соли и муку. Муку буду добавлять частями. Сначала затем, если нужно будет, добавлю еще. Муку я специально для вас взвесила. Замешивать тесто буду при помощи насадки крюк. Так, ну да. Еще нужно сначала включить миксер. Сначала на медленных оборотах, потом наоборот и немножечко прибавлю. Добавляю оставшуюся муку. Больше муки добавлять не буду. Тесто хорошо вымешалось. Так, сейчас я покажу, какое тесто получилось. Тесто, смотрите, какое хорошее. К рукам не липнет, поэтому больше муки я не добавляю. По рецепту было 4-5 стаканов муки, но я специально для вас взвесила. Яйца у меня были размера L и ушло муки у меня 800 грамм. Все, теперь я закрываю это все и оставляю подходить где-то на час. Тесто постояло у меня час. Все, сейчас я его разделю на 8 частей. Видите, какое воздушное. И буду формировать рогалики. Сначала пополам. Затем каждую часть еще раз пополам. И каждую часть еще раз пополам. Скатываем такие шарики. И потом из каждого шарика будем катать круг, раскатывать круг, ну и формировать рогалики. Пока буду работать с одним шариком. Остальное тесто накрываю пищевой пленкой и оставляю отдыхать. Что я сделаю дальше? Девочки, я здесь начала уже монтировать видео и посмотрела, что я не сказала, что я в тесто добавила ванилин. Я обычно в ванилин добавляю сахар. И забыла вам сказать. В общем, один пакетик ванилина добавляете в тесто. Здесь я хочу сделать ванилин. Это ванильный сахар. Перемешать немножко с сахаром. Хочу рогалики раскатывать на сахаре. Поэтому сейчас смешаю ванильный сахар и сахар. Ну, все, думаю, наверное, хватит. Раскатываю на сахаре. Каждый такой клубочек у меня получился где-то приблизительно по 190 грамм. Духовку уже поставила разогревать на температуру 190 градусов. И выпекать буду где-то приблизительно 12-15 минут. Разрезать буду вот таким фигурным ножом от Туповары. Это у меня нож такой для пиццы. Все. И скручиваем. Вот так получается. И отправляю на лист. Можно еще сделать начинку. Но я же на сахаре раскатывала. Они у меня должны быть сладкие. И сахар я в рецепт тоже добавила. Поэтому начинку я не делаю. Первая партия готова. Все отправляю в духовку при температуре 190 градусов на 12-15 минут. У меня первая партия готова. Хоть они у меня с сахаром и присыпаны, но я хочу еще немножко присыпать сахарной пудрой. Совсем немножечко. Все. В общем, в духовке они у меня стояли 13 минут. Продолжаю делать дальше. Одну партию буду делать на сахар, ванильный сахар и корицу. Ну, в принципе, все то же самое. Я уже управилась. Жду последнюю партию. Вон там у меня уже целое блюдо шикарных рогаликов. Я уже пока здесь еще последнюю партию заложила, уже два штуки попробовала. Очень-очень вкусно. Сейчас испечется последняя партия с цимтом. Там, да, с корицей, правильно бы сказано, испечется последняя партия с корицей. Ну и я вам, естественно, все покажу и мы вместе попробуем. Ну, попробую я вам покажу в разломе. В общем, разломим один и посмотрим, какой же он там внутри. Вкусный, хороший рецепт. Всем рекомендую. Все готово. Вот так выглядят рогалики с корицей. Ну, они немножко потемнее, но это же корица. Но я тоже их немножко прицеплю сахарной пудрой. Ну, все, мои хорошие. Посмотрите, у меня большое блюдо. Я его использую для бешфармака обычно, когда делаю. Оно у меня полное. Здесь, наверное, больше, чем 100 штучек. Ну, вообще, можно посчитать. Считайте, 8 частей у меня было, и каждую часть я делила на 16 частей. Вот и считайте, сколько у нас получилось рогальков. Сейчас мы разломим и попробуем. Так, ну, смотрите. Они мягкие. Естественно, пропеченные. Такие аж, например, как слоеные, да, рогалики. Ну, ладно, пробую. Я уже, конечно, попробовала. Вот это. Какие мягенькие. То, что я добавила сахар, и на сахаре еще раскатывала. Ну, в общем, по сладкости идеально. Вот само-самоту. Дети будут кушать с большим удовольствием. Но дети же все любят такое сладенькое. Вот они у меня получились такие хорошие, вкусные, сладенькие. Ну, все, мои хорошие. Угощайтесь еще раз такими рогаликами, которые улетают, как семечки. А на этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. И до завтра, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok